В рамках перезагрузки библиотек Московской области в библиотеке Ленинского района было реализовано три проекта. Один из них краеведческий, азбука от А до Я, адресованный прежде всего новым жителям района. Два остальных молодежная, найди себя в библиотеке, это способ привлечения активной молодежи к сотрудничеству. Третий проект дискуссионная площадка, аргументы и факты. Он направлен на то, чтобы молодые люди учились мыслить, учились отставить свою позицию, свою точку зрения. Не секрет, что сейчас интернет и гаджеты поглощают много времени, и живое слово уходит на какой-то второй план, утрачивается значимость этого живого слова. Встречи проходят в формате деловой игры, где молодые люди могут обсудить и обменяться мнениями на волнующие их темы. Ребята у нас разбиваются на команды, и каждая команда получает какой-то вопрос для обсуждения. Иногда, может быть, их мнение не совпадает с тем, что они обсуждают, или, вернее, скажем, им не близко. Но в этом и есть главная задача – взвесить все «за» и «против» и предложить те самые аргументы и факты. После обсуждений авторитетный совет экспертов, в который входит известные в районе личности, выносит свой вердикт – кто оказался лучшим спикером. Идея пришла достаточно спонтанно. У нас до этого был на базе молодежного совета проект команды местного самоправления. Мы решили его продолжать, и в рамках уже продолжения этого проекта мы также решили запустить дискуссионный клуб, чтобы понять, что интересно молодежи, как-то раскрыть потенциальную молодежь, ребят, которые хотят что-то высказать. Также молодые люди участвуют в различных мероприятиях, проходящих в библиотеке. В минувшие выходные они посетили творческий вечер телеведущего канала «Культура» Феликса Разумовского, автора цикла передач «Кто мы?». Основные темы, затрагиваемые в телепроекте, созвучны с теми, которые обсуждают ребята в аргументах и фактах. Размышления о насущных проблемах и о том, что происходит с нами сегодня, собрали полный зал. Есть молодежь, которая как-то сумела воспрять от таких рыночных наваждений и от рыночных иллюзий и задает, в общем, о жизни, о стране, о человеке достаточно серьезные вопросы. Но такой молодежи на самом деле немного, ее как-то надо всячески поддерживать, потому что это наша, может быть, единственная надежда. Фантазия и энергия молодых людей позволяет думать, что в будущем библиотечная жизнь станет еще интереснее. Дмитрий Книга и Сергей Ларин. Видное ТВ.